Доброе утро! Мы возвращаемся в студию хорошего настроения, причем возвращаемся не одни. У нас в гостях люди, которые олицетворяют собой силу, здоровье и правильный образ жизни. То есть раньше, Саш, мы с тобой олицетворяли все это, а сегодня это будут делать наши гости. И сегодня у нас в гостях Александр Сергеенко, управляющий по развитию Федерации Воркаут, а также Анастасия Соломонова и Александр Филев, белорусские участники международного турнира по воркауту «Сила братства», который буквально на днях прошел в белорусской столице. Доброе утро! Доброе утро, Анастасия, Александр, и очень приятно. Мы за эфиром пожали друг другу руки. Сказать, что это было немного больно, это не сказать ничего. Александр, я думаю, что все знают уже значение слова «воркаут». Давайте представим, что в стране есть один человек, мимо которого это прошло, и объясним. Воркаут – это? Воркаут – это, можно сказать, тренировка, которая подразумевает под собой работу с собственным весом. Заниматься им может абсолютно каждый человек, независимо от уровня подготовки. Воркаут считается самым доступным видом спорта. То есть не нужны там всякие штанги, всякие тренажеры? Ничего не надо, ни абонементы, ничего. Одел любую одежду, пришел во двор на любые турники и позанимался. Но сейчас в Беларуси очень много площадок для этого вида спорта. Скажите, увеличивается ли число интересующихся? Да, на самом деле сейчас очень много строится площадок по всей территории Беларуси. В некоторых областных городах даже уже есть по несколько воркаут-площадок, за что хочется выразить отдельную благодарность главе государства, что он уделяет этому вопросу такое особое внимание. Но к нам поступает много обращений из небольших провинциальных городов, чтобы оказали содействие в Столбцах. Вот последнее обращение было к нам и в Новолукомле. Слушайте, но это то, что раньше называлось «пойдем позанимаемся на турниках». Что это? Значит, это турник, брусья. Что еще входит в такой минимальный набор площадки для воркаута? Турник, брусья, какие-то там есть конструкции на специализированных площадках для отжиманий разных. То есть можно и на земле выполнять какие-то элементы вообще без каких-то там снарядов. Но это в основном привлекательно для людей молодого возраста, в основном мужчины? Это привлекательно вообще для всех. Самое главное – объяснить человеку, что из себя представляет воркаут. Так как систему тренировочную можно выработать абсолютно под любого человека, как бы для мужчин, для девушек, для пожилых людей, то есть разницы не имеет. Вы сказали «для девушек». У нас как раз в студии Анастасия. Скажите, как так вышло, что вы увлеклись этим видом спорта? Дело в том, что я всегда любила спорт. И раньше перед воркаутом я тоже занималась акробатикой. Но потом у меня была травма спины. И недалеко от дома была площадка по воркауту. Там я познакомилась со своей подругой, которая уже знала, что такое воркаут. И она мне рассказала, там показала некоторые элементы и научила. Подумать только. Некоторые девочки… Янь, даже подтянуться один раз невозможно для них. А вы умеете подтягиваться? Да. А сколько раз вы подтянетесь? Максимум 14. Акробатика, которой вы занимались, все-таки звучит как-то консервативно. Ну, что за вид спорта уже? Кто ходит на акробатик? А воркаут – это будущее. Как родители отнеслись? Немного, конечно, волновались, потому что любой вид спорта, он немного хотя бы, но опасен. И все равно воркаут – это очень хорошо. Он укрепляет здоровье, укрепляет силу своего духа. И всегда надо в любом виде спорта, особенно в воркауте, иметь цель и двигаться к ней. А как, например, выглядит цель? Подтягиваться 14 раз? Достойная цель? Или выступать там за страну на каких-то соревнованиях? Ну нет, самое главное – это поставить для себя именно чего ты хочешь добиться. И самое главное – это иметь не какие-то способности делать какие-то трюки на турниках, а иметь крепкое здоровье. Здоровье – это самое главное. Кстати, вы сказали насчет здоровья. Я правильно понимаю, что раз в этом спорте используется вес собственного тела, то получить травму сложнее, чем, например, с помощью штанги какой-нибудь? В воркауте есть несколько направлений. Его можно разбить на три раздела. Это базовый комплекс упражнений, статический и динамический. Для того, чтобы приступить к двум последним озвученным, необходимо пройти общую физическую подготовку. Надо быть уже минимально подготовленным. Да-да-да. А потом уже можно будет приступать как бы. Кстати, о подготовке. Я знаю, что, Александр, вы не только занимаетесь, но еще и тренируете других. Скажите, у всех ли получается? Вот, допустим, кто-то не умеет подтягиваться, но очень хочет научиться. Существуют разные уровни подготовки у каждого человека. И в зависимости от первоначального уровня подготовки человек начинает свой путь. Если это любитель, который, да, вообще, как вы говорите, не умеет подтягиваться человек, то, понятное дело, что ему изначально нужно будет научиться именно этому. Начинать с отжиманий, с более простых упражнений. Постепенно человек будет в это втягиваться, прогрессировать, становиться сильнее. Вы можете дать гарантию, что если я к вам буду ходить, то через какое-то время я точно 20 раз подтянусь? Да, конечно. У меня у самого был опыт, когда приходили, наоборот, очень полные люди, у которых проблемы с лишним весом. Им гораздо сложнее, потому что для того, чтобы уже подтягиваться, им нужно сбросить лишний вес. То есть более худым людям, наоборот, которые очень худенькие, им проще начинать, потому что у них вес собственного тела меньше, нагрузка на суставы, естественные связки меньше, и им проще. Я знаю, что вы параллельно еще занимаетесь другим спортом, да? У меня хобби – пляжный бодибилдинг. Пляжный бодибилдинг. Ну, вообще, вот спортсмены, там, я не знаю, футболисты, хоккеисты, они же все, помимо основных своих тренировок, ходят в качалку, да, им нужна физическая форма, там, и так далее. Как вы считаете, может ли быть воркаут вот, ну, альтернативой? То есть могут ли, например, футболисты наши из БАТЭ вместо, там, качалки после тренировки пойти и на турниках? Касаемо футболистов из БАТЭ, я сам ходил в гимнастический зал и случайно увидел группу, не помню какого года именно, молодежная команда БАТЭ, и они занимались, да, с тренером по гимнастике. Ну, по сути, специфика похожа в воркауте и в гимнастике, и да, я считаю, что, конечно, потому что это база, это укрепление мышц. Ну, с точки зрения физики ведь полезнее поднимать свой собственный вес, чем вот какие-то непонятные железяки. Это безопаснее. Безопаснее, да. Как бы в воркауте есть за счет выполнения статодинамических каких-то упражнений задействуются те связки и сухожилия, которые не задействуются при работе в тренажерных залах. Спасибо огромное. Мне кажется, что количество фанатов воркаута возросло минимум на два человека. Это мы с Сашей, а максимум, я надеюсь, все наши телезрители бросят свои всякие хоккей и футболы и отправятся на турники. В студии «Хорошего настроения» сегодня были Александр Сергеенко, управляющий по развитию Федерации воркаута, а также Анастасия Соломонова и Александр Филев, белорусские участники международного турнира по воркауту «Сила братства», который буквально на днях прошел в белорусской столице. А в студию «Хорошего настроения» мы вернемся сразу же после выпуска новостей.